Глава города, как и обещал, встретился с возмущенными водителями. Среди тех, кто еще накануне говорил о нищенских окладах и невозможности выжить при существующих драконовских мерах, нашлись и те, кто получает зарплату больше 200 тысяч тенге. На сегодняшний день наши водители получают за один день работы 10 320 тенге. Вот у нас есть мужчина, который получил более 300 тысяч тенге вместе с отпуском и учитывая все сборы. Пусть подтвердит. Да, я подтверждаю, это был еще и отпуск. Водители просят убрать ежедневный план, тогда и гонки без тормозов, по их словам, прекратятся. Мы почему нарушаем? Почему такие гонки? Да, мы признаем, нам нужно сделать план. Если его уберут, нам будет легче. Я сказал, чтобы убрали план. Работайте и получайте за это лучше премию. Некоторые из водителей каждый день зарабатывают по 10 тысяч тенге минимум. Присутствующие не скрывают этого. Признайтесь, вы же себе в карман кладете каждый день, да? Да, давайте теперь эти деньги будем передавать в компанию. В итоге стороны пришли к единому знаменателю. План уберут, вопрос зарплаты уладят. Водители попросили извинения у пассажиров общественного транспорта. По сути, горожане оказались невольными заложниками конфликта. Больше сотни автобусов не вышли на линию. Водители требовали повышения заработной платы. Из-за забастовки в городе возник транспортный коллапс. Я прошу прощения у всех, что такое вышло. Мы надеемся, что такого больше не повторится. Аким Шимкента заявил, что в любое время готов не только выслушать, но и оказать поддержку каждому в рамках закона. Главное, чтобы население не страдало. Шудин Саидов, Давран Абдиев, Сергей Константинов, информационная служба телекомпании ОТРАР.